Универньюз приветствует всех, кто готов узнать о последних новостях и любопытных подробностях о жизни университета и за его пределами. С вами Аделья Шамилова. Сегодня вы узнаете. Физика низкотемпературной плазмы продолжает удивлять. Молодые исследователи университета вновь проявили себя на научно-практической конференции. Не стоит полагаться на случай, пора избавиться от него. Врачи университетской клиники Казани раскрывают карты нещадящей болезни пищевода Баррата. Африка – страна великих тайн. Студенты Казанского федерального познакомились с жизнью самого жаркого континента планеты. На площадке Казанского национального исследовательского технического университета имени Туплева завершилось первое заседание Совета по образованию науки при президенте Республики Татарстан. Перед началом заседания делегатам воочию представили известную железную птицу – сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, а также Центр цифровой экономики и Центр станкостроения Фанус. В мероприятии приняли участие президент Татарстана, министр образования и науки Республики, президент Республиканской академии наук и, конечно же, ректор Казанского федерального университета, а также все заинтересованные лица. Вопросы, которые обсудили в течение первого заседания, коснулись роли вузов в научно-инновационной структуре Татарстана и приоритетных направлений расширения кооперации системы образования. Чем-то вершилось данное заседание и каким выводом пришли участники встречи, узнаете в нашем следующем выпуске. Всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы» взяла старт. Интерес к работам в этом направлении, проявившийся почти 200 лет назад, не сдал позиций и заметно возрос. В первую очередь, значимость данной темы напрямую связана с поисками новых источников энергии, проблемами энергосбережения, развитием плазмохимии и нанотехнологий. Как прошла работа данной научной конференции, уже узнала Аурелия Сташкова о подробности прямо сейчас. Сегодня в городе Казани состоялась Всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы». Основным организатором конференции и школы молодых ученых и специалистов является Казанский федеральный университет. Проведение данной конференции в Казани способствовало взаимовыгодному обмену информацией между российскими учеными и специалистами, а также их коллегами из стран Европы, Америки и Азии. На мероприятии рассмотрели наиболее значимые результаты, достигнутые за последние годы в области исследований и применения низкотемпературной плазмы. Конференция – это традиционная уже 21 конференция по физике низкотемпературной плазмы. Это является одной из основных конференций, которая проходила и проходит со времен Советского Союза, у нас проходит в России. Я думаю, что результаты были хорошие, потому что даже при открытии конференции было отмечено, что именно Казань является, и университет является передовым по некоторым пунктам по исследованию плазмы, и, соответственно, поэтому была выбрана Казань. В пленарных и устных секционных докладах был дан обзор современного состояния фундаментальных и прикладных исследований в области физики низкотемпературной плазмы. Рассмотрены новые подходы к исследованию взаимодействия плазмы с материалами различной физической природы. Казань вообще становится местом, куда стекаются самые лучшие умы для проведения конференций, международных конференций, съездов и так далее. Мы надеемся, что к концу мы получим новый импульс для развития этой науки как во всем мире, так и в России, и в том числе и в этом замечательном федеральном университете. Съезд предпринимателей в инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института КФУ еще раз наглядно доказал, что тропа со студенческой скамьи в большой бизнес действительно проложена. Каким успехом стремятся молодые разработчики сегодня, узнаете прямо сейчас. В инжиниринговом центре КФУ прошел съезд предпринимателей города и районов Инакам. Организаторами выступили исполнительный комитет города Набережной Челны, Камского инновационного территориально-производственного кластера Инакам, машиностроительного кластера Татарстана и торгово-промышленной палаты Набережных Челнов при поддержке правительства республики. На съезде были озвучены вопросы и перспективы развития в сфере малого и среднего предпринимательства Набережных Челнов, как территории, опережающего социально-экономическое развитие. Участники обсудили стратегию «Автограда-2030» в части приоритетных направлений. Далее на пленарном заседании наградили победителей конкурса «Молодой предприниматель», в число которых вошла команда интерактивной системы во главе с аспирантом Набережной Челнинского института КФУ Ленаром Юсуповым. Также на съезде работали шесть круглых столов по разным темам. В ходе обсуждения были сформированы предложения для включения в резолюцию, которые успешно приняли на итоговом заседании съезда. Аделя Шамилова, Катерина Ботенкова, Ренат Галюдинов, Универ Ньюс. 2 июня в университетской клинике Казань состоялась научно-практическая конференция. Ведущие эндоскописты России поведали коллегам о болезни пищевода Барта, методах диагностики и комплексном лечении. 2 июня в университетской клинике Казань состоялась научно-практическая конференция. Современные подходы в лечении гастроэзофагиальной болезни пищевода Барта. Перед участниками конференции выступили в этот день профессора из Татарстана и Ярославля, чьи работы заключались в изучении болезни пищевода Барта, методах диагностики и комплексном лечении. Мы делимся, у нас свои. Я в самом начале сказал, что это альтернативные подходы. У Ярославля, у Кашина тоже большой опыт. Вот он приехал поделиться своими разработками. Мы представили свои разработки. Кашин резюмировал какие-то разработки, сделанные в Штатах, сделанные в Великобритании, в Германии. Мы свои. То есть это обмен мнениями. Болезнь пищевода Барта имеет в разных странах разные номинования, которые считают предстадии онкологического заболевания пищевода. И каждый борется с ней по-разному. Специалистам же из Казани своими методиками удалось добиться уменьшения развития рака у населения. Мы добились со своими методиками в Казани и в республике, добились со своими методиками уменьшения развития рака. То есть это все доказано статистически. То есть уменьшилось количество рака пищевода на фоне пищевода Барта. И это, конечно же, совместная работа эндоскопистов, хирургов, онкологов и, конечно, гастроэнтерологов. Стоит отметить, что подобные мероприятия проходят под эгидой Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Ультневский, Универ Ньюс. Ежегодно отмечаемый День Африки – удачный повод заявить об успехах Африки и оценить стоящие перед континентом трудности. В этот день, как ни в какой другой, чувствуется стремление всех жителей африканских государств видеть Африку мирным, процветающим и демократическим континентом. КФУ не остался в стороне и для своих иностранных студентов устроил замечательный праздник. 25 мая. Именно этот день Организация Объединенных Наций назвала Днем Свободной Африки. Во всем мире признают этот день как напоминание о необходимом Африке единстве, для того, чтобы богатейшими ресурсами этого чуда распоряжались только ее жители. И ни один из них больше не подчинялся никому, кроме собственного правительства. Этот праздник отмечается ежегодно в Африке, и мы не стали исключением, так как африканских студентов у нас очень-очень много, и решили немножко отметить праздник вместе с ними. Это концерт, который объединяет всех студентов, которые учатся в России, именно в Казани. И просто чтобы мы, когда наши родители, дедушки, они принимали зависимость от европейских стран, так что мы собираемся вместе, чтобы открыть этот день. Ну, что такое вообще Африка? Что у нас есть особенно в Африке? Ну, я думаю, что больше будет интересно, это наша культура. Мы должны показать нашу культуру, потому что, ну, многие задают этот вопрос Африки, а что там, что у них особенно в Африке? И на протяжении нескольких дней в Казанском федеральном проходили мероприятия, приуроченные Дню Африки. Это и яростные футбольные состязания, выставка, на которой обучающиеся в университете африканские студенты представили изделия из дерева, кухонную утварь, ювелирные изделия, национальную одежду, обувь, а также сумки, головные уборы и даже музыкальные инструменты и специи. И самым торжественным мероприятием стал, конечно же, праздничный концерт, где африканские студенты продемонстрировали свой национальный фольклор. Зажигательные песни и танцы не обошлось и без поздравлений. Я поздравляю, это замечательный континент, замечательные страны, настолько это все неповторимо, запахи Африки, музыка Африки, люди Африки. То есть вот у меня, например, это на всю жизнь не осталось, поэтому я вас всех очень люблю, и вы знаете, я всегда с открытым сердцем с вами встречаюсь. И поздравляю вас, и желаю вам всего самого хорошего в учебе, в вашей личной жизни, и чтобы ваше пребывание в Казанском университете у вас оставили только очень хорошие-хорошие воспоминания. Это были все новости на сегодня. Еще больше подробностей о самых интересных студенческих событиях вы можете увидеть в наших социальных сетях. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч.